Вот такой вопрос. Для вас молодежь, то есть это 30-35. Например, моему ребенку дочери 14 лет. Позапрошлом году она была волонтером. То есть у нее есть уже опыт в спорте, и она помогала колясочникам подготовиться к соревнованиям по бомбинтону. Все были довольны. Так вот, она политикой занимается у меня дочери или нет? Как вы своим детям можете объяснить, что такое политика? Как в нашей стране жить без нее? Я считаю, что нет, не занимается она у нас политикой, не занимается общественными мероприятиями, общественной деятельностью. Я вообще ничего не имею на самом деле против волонтерства. Волонтерство — это такой очень отличный процесс, который сейчас запущен в государстве. И на самом деле сейчас задача страны, задача людей, которые во власти, не упустить эту возможность правильно в направлении волонтерства пустить в необходимое русло. Отличный на самом деле на сегодня происходит процесс. Но есть волонтерство вот такого плана, спортивные мероприятия, есть волонтерство будет направлено в социальную какую-то сферу или в сферу, например, экологии. Это немножко другое волонтерство. Я сейчас еще уравняю один вопрос про экологию. Что касается своим детям, как бы я объяснил. На основании этого я сделала свой проект, социальный проект. Называется хэштег «Уни». То есть сейчас год у меня уже существует в социальных сетях. Он некоммерческий, он социальный. Мой ребенок про него знает целый год. Она в этой школе учится у меня, и все знают, что ее мама занимается именно таким проектом. То есть они при виде меня уже понимают, что надо бросать мусор в урну. Но есть такой вопрос. Нет этой урны. Что делать? Как детям объяснить? Куда им кидать мусор? Надо кидать мусор в урну. Урны нет. Как объяснить, что надо кидать мусор в урну? Да, но у нас вопрос. Вот я не знаю. Вы меня простите, я не знаю. Тут у нас вопрос там ярко, да, стал? Вообще волонтерская кида. Молодежь знает, как бросить мусор в урну. У меня, знаете, сын, как говорили, приходим с ним в магазин. И он говорит, давай купим вот это. Я говорю, нет, ты знаешь, сегодня мы не можем это купить. Ну, допустим, не хватает там денег. Он говорит, подождите, а он мне говорит, так иди заработай. То есть для ребенка в 5 лет он говорит, так иди заработай. Он не видит вообще проблему. И, наверное, вот если бы вы задали вопрос моему ребенку про урну, он бы вам сказал, так поставьте урну. Ну, как бы, а в чем вопрос? Для меня, например, это не так однозначно, поэтому я не знаю, без ответа. Так, ну, тут вопрос-то еще в чем заключается, да? Тут ярко прозвучал вопрос. Является ли волонтерская деятельность политикой или не является? Вы, кстати, вижу, у нас тут молодые люди, да, давно тянут руку? Пожалуйста. Здравствуйте, Елена Александровна, уважаемые гости, участники дискуссии. Меня зовут Алексей Песков. Я являюсь председателем молодежно-избирательной комиссии Челябинской области. Моя позиция принципиально такова, что молодежи следует заниматься общественной активностью и политической активностью тоже. Хотел бы продемонстрировать мое убеждение, свои презисы на примере конкретных проектов. В 2016 году стартовал в Челябинской области проект под названием «Полемика», который был направлен на повышение электоральной культуры и правовой грамотности нашей молодежи. Проект реализовывался при поддержке избирательной комиссии Челябинской области, Министерства науки и образования. В ходе этого проекта был проведен выездной семинар, обучающий для активной молодежи в нашей области. А посредством дальнейшей работы была организована работа 49, равное количество наших муниципальных образований, количество территориальных молодежно-избирательных комиссий. За весь этот период была организована работа со школьниками, с представителями СУЗов, ВУЗов, то есть среди специального высшего образования. Для абсолютно разных возрастных категорий проведено более 600 мероприятий обучающего характера. И вот данный проект стал настолько актуальным, нужным в сфере повышения правовой культуры. Почему этот проект действительно получил отклик? Потому что проект направлен на молодежь. Субъектами реализации данного направления тоже является молодежь. Мы более объективно, что ли, можем оценить тот климат социальный, который существует в рамках данного направления. И мне кажется, что ввиду того, что молодежь является непосредственным звеном в общественных, политических отношениях, исключать невозможно, ненужно. И такие проекты, такие направления могут очень помогать развиваться, формировать кадровый резерв, интеллектуальную элиту нашего региона и страны. Так, ну давайте последний вопрос. Время у нас стремится уже. Окончание. Так. По крайней мере, лично для меня вопрос очень интересно. Еще раз представлюсь. Субъеков Павел. Смотрите, не так на днях у нас прошла. Именно акция, митинг, который в это воскресенье, если я не ошибаюсь, был. Смотрите, мы все говорим об общественной политической деятельности. Является ли данный митинг общественной политической деятельностью? Может ли молодежь, которая вышла на этот митинг, причислять себя к общественной политической деятельности? Вопрос как бы к одним сторонам, потому что у нас есть и противники, молодежной политики и активисты за нее. Я общался с людьми, те, кто был на этом сходе, скажем так, на митинге. Все говорят, мы что-то пытаемся изменить. Вот. И такой вопрос, то есть, меняет ли это что-то, и действительно ли является это общественной политической деятельностью молодежи? Участие в массовых мероприятиях, да, вот такого уровня, как митинг, является ли общественно-политической деятельностью молодежи? Да, является. Да, является. Я хочу вот спросить, является это деятельностью, результатом этой деятельности что является? Вот я об этом. Понимаете, мы когда идем на митинг, каждый из нас с вами, ну, кто-то идет потусоваться, и для него потусоваться это результат. Встретиться с друзьями, пообщаться, там, пойти потом после митинга отметить, все это делать. Тоже результат своего рода. Для кого-то результат, какие-то идеи высказать, свои, там, точку зрения. Для кого-то будет являться результат, а быть услышанным властью, например, да, и так далее, чтобы включились какие-то механизмы. То есть, все равно, любая деятельность подразумевает результат. Вот для меня, например, политическая деятельность, вот я почему-то даю этот вопрос о результате, для меня политическая деятельность должна предполагать результат попадания человека во власть, для того, чтобы иметь больше возможностей транслировать свои ценности, ценности своего общества, ну, которое стоит за ним. И с помощью определенного инструментария воплощать это в жизнь. Вот это цель политической деятельности, попасть во власть, стать в органах, в структурах, быть пусть с мандатом, без мандат, но быть, как бы, ну, соучастником государства. Вот это цель. Так вот, когда мы говорим, не общественная жизнь, да, там, всякие лозунги какие-то, а когда мы скажем точно, политическая, молодежная политическая деятельность должна быть, иметь результат попадания молодежи во власть, вот, на мой взгляд, мы станем честными, во-первых, перед собой, что действительно будет результат. Сразу появятся люди, которые будут разделять. Такой подход, и мы сразу увидим, что да, вот этот человек видит, только тусуется просто вместе с нами, такой псевдополитик, а на самом деле монополитическая вообще деятельность глубоко неинтересна. И тогда мы будем говорить, а вот чтобы попасть во власть, какими характеристиками и качествами должен обладать человек? и думать о том, что что мы должны сделать, чтобы в 30, в 25, в 20 лет человек обладал вот этими качествами, которые нужны уже человеку во власти. Вот тогда я буду согласен, в любом возрасте, хоть в 18 лет, Чингисхан, я хочу вам сказать, да, Чингисхан, в 20 лет уже управлял страной. Так, друзья, ну я вижу, у нас очень всем хочется высказаться, да, но вот есть же еще такая важная сторона у нас, активности молодежной, это выборы, да, посещение выборов. Вот я вижу, высказаться многие хотят, вот если вы выскажетесь по этому поводу, было бы очень замечательно. Пожалуйста, есть желающие? Толя. Всем здравствуйте, меня зовут Егор, чуть ранее представляли. Я больше направляю, завершу свой по выборам диалог, но больше имею декламу. Люди у костра, резюмирую, они не делегированы, они созданы. Если вы говорите о депутате, о грудном депутателе против вас, то он уже в паре за депутата, и не надо транслировать его речь, говоря, о людях о власти, которые транслируют свои ценности. Что-то немножко у вас там депутат говорит не так, сами же вы эти же слова говорите. Согласны ли вы с тем, что политическая активность, политическая деятельность в стране, в молодежи, в том числе, это история страны? Ну да, нет. То есть действия, действия, то есть происходящие на политической арене, они пишут историю страны, государства. Так вот, есть выражение такое, что люди, государство, страна, которая не имеет истории, у нее нет будущего. Мы сегодня говорим, мы политики будущего. Так вот, за молодежью будущее. И по-другому быть, в принципе, не может. По поводу результата. Волонтерство, как считаете, результат волонтерства можно считать результатом молодежной активной деятельности политической? И волонтерство зашло уже в историю Российской Федерации, государства, как отдельное мощное направление? Знаете, есть вот такие вещи, вопрос не по окладу. Я не уверен, что у меня вообще достаточно компетенции отвечать на такие вопросы, я считаю. Я могу сказать, что волонтерство – отличная веха нашей страны. Любое событие, которое произошло, оно попало в историю. Что такое история? Это секунду назад, вот мы с вами здесь собрались, вот это уже история. То есть, как мы это начинали, как мы это закончим? Любое действие, которое свершилось, все это уже история. Весь вопрос умений, да, использовать эти знания, которые были получены в истории. И, ну, только улучшать, а не разрушать. Ну, созидать, наверное, да, вот это не будет. Ну, согласен, что за молодежью и будущее, и так далее. Это я согласен, что за молодежью и будущее. То есть, мы об этом договорились, предлагаем актритизм. Все вы смертные за молодежью и будущее. Примогай прийти на сторону за активную молодежь в политике. По поводу выборов, безусловно, молодежь, кстати, с 18 лет, правильно? В Российской Федерации, которые, особенно молодые люди, придают присягу, чтобы защищать политические рубежи. В 18-е. Это вообще огромная ошибка. Присяга в стране? Вот, а вот. В 18 лет, давай, у нас вообще с этим, да. Посмотрите, знаете, человек в 17 лет заканчивает школу, ему государство говорит, выбери профессию. А у него девочки в голове. У мальчика девочки, у девочек мальчики. Какой он выбери профессию? Перебьет этот вот. То же самое происходит с этой. Да не важно, с чем. Просто это называется патриотизм. Так будьте патриотом страны. Так вот, нам те должны ходить. Вот давайте патриотизм не путать здесь. Я принял присягу, тире я патриот. То есть человек, который присягу не принял, не патриот по-вашему? Нет, я сказал, что это достаточно две параллельные линии, которые вместе должны эти выпускные перебили, не дослушать. На выборы необходимо ходить. Я уверен, что вы ходите. Я уверен, что ценности вашей семьи создавать историю, выходя на выборы. Правильно? Да, я с этого и начал сегодняшний разговор. О мере активности, участия. Вот на мой взгляд, сходить на выборы, это гражданская ответственность, гражданская позиция. Активность очень на таком невысоком уровне. Ну, честно говоря. Я не говорю, не надо ходить. Надо ходить. Чтобы не было потом вот это. А вот у нас конституция не такая написана, чтобы не было законы не те принимать. Потому что это наш с вами выбор. Если ты туда не ходил, ты вообще не имеешь права говорить о том, что там пишется и что там делается. То есть ты как минимум пилетень положи, для того, чтобы у тебя право появилось только это обсуждать. Понимаете? Вот я об этом. Поэтому ходить надо на выборы из пеленочного возраста. Ну что ж, друзья. Я вижу, что у нас, как обычно в России, мы долго запрягали. Вот и под конец у нас дискуссия обострилась. Вот и уже мне драться приходится за микрофон. Вот давайте немножко переключим наше внимание. Да, у нас сейчас будет продемонстрирован еще один ролик. Ну и, собственно, мы уже будем подходить к завершению и резюмированию нашего процесса. Пожалуйста. Внимание на экран. Только же они могли подчеркнуть, сколько я могла подчеркнуть из этого общения. Это просто очередной опыт, а такого опыта плохо не бывает. Он никогда не лишний. Это опыт живого общения, опыт живой дискуссии, опыт оперирования не просто готового на цитаты, а теми мыслями, которые вот сейчас у тебя родились. И ты либо пытаешься опробовать их на аудитории, либо считаешь, что надо все-таки что-то домыслить и удачнее, прежде чем выносить это на широкую публику. Все это людям, которые собираются идти на Браймли, если потом, возможно, и на выборы. И этот опыт им необходимо приобретать. Я бы хотела пожелать им понимать ту ответственность, которую они пытаются на себя взвалить. Мне бы очень хотелось, чтобы вот сейчас во власть, в том числе в Государственную Думу, наконец пошли люди, для которых самое главное – это интересы обычных предовых людей. Я хочу им пожелать трезво оценить свои возможности. И либо идти и делать, либо сказать «Извините, я погорячилась». И сделать это вовремя, самое главное. Елена Александровна, может быть, вы прокомментируете содержание ролика и вообще свое мнение по поводу происходящего? Да, это было записано весной прошлого года, примерно год назад, когда я сама еще не решилась участвовать в проекте. Меня пригласили как, ну как современному языку выражаясь, коуча, поучаствовать в факультативах таких, да, обучающих, для тех, кто уже подал заявки на премьерис от «Единой России». Они собираются в Москве, как сейчас помню, по-моему, в Олимпийсклазе приходило это мероприятие. Вот несколько человек, в том числе в паре со мной, была, о чем я с удовольствием вспоминаю, нынешний министр образования Ольга Юрьевна Васильева. Мы с ней вдвоем как раз, у нас, по-моему, была тема «Консерватизм». Она такой, наукоемко к этому вопросу подошла, а я больше с юмором. Но, тем не менее, мы проводили такой личностный тренинг, что ли, да, для тех, кто решил поучаствовать в проекте. То есть здесь я еще вообще даже в дуру не иду. Я, честно сказать, очень долго на этот шаг решалась. И до сих пор у меня есть определенные, ну, как бы, есть тревога определенная, да, что ты можешь, что ты не можешь. Я уже, так понимаю, должна высказать? Да-да-да, вы бы поблагодарны, если бы вы уже подвели итог нашей дискуссии у нас. Ну, кроме того, что я могу сказать, что мы сегодня присутствовали на чрезвычайно интересном мероприятии, и я бы на вашем месте не расходилась, а продолжала бы это все в той или иной кампании, продолжала бы эту дискуссию. И помимо того, что во многом мне близки взгляды об моих оппонентах, но при этом мне кажется, что оба из них по молодости еще впадают в определенные реальности, но я бы, вот лично я, по-моему, первенство отдаю нету. А мне эта позиция ближе, и у меня есть такое, вот, понимаете, вот есть у меня твердое убеждение, что во власть нельзя пускать только одних людей, тех, кто туда очень ордется. Вот их нельзя пускать ни под каким видом. Во власть должны идти люди, которые говорят, «Боже, зачем? Это такая ответственность, это такое время». Я вот сейчас вижу тоже Ольгу Юрину, так сказать, в симпатиях, которой я все время клянусь, потому что это первый для меня член нашего кабинета министров, на котором вот я смотрю с надеждой, действительно. А я вот ее вижу сейчас, часто встречаюсь, и у нее на лице не написано «я министр». Слушайте, ребята, я министр, как бы у нее на лице, и у нее в глазах все, что происходит с нашим образованием, все, до чего доведено это министерство, весь тот чудовищный грудь, который она приняла на свои плечи, и который она пытается тащить, на ходу принимая решение, разгребая идеалки его конюшни, и, конечно, не зная, как любой зрелый человек, удаст ли ей это сделать или нет. Потому что нахальство самонадеянности, это, как правило, оно связано с невежеством, оно связано с очень малыми знаниями о жизни, с очень малым опытом. А когда у тебя есть знания и опыт, ты все время сомневаешься, удаст ли тебе или нет. Я за активное участие молодежи, прежде всего, в общественной жизни. Потому что, еще раз, мы не разобрались с понятийным аппаратом, кто-то говорит об участии в органах государственного управления, кто-то говорит об активной гражданской позиции и общественных движений. Мне, конечно, гораздо ближе второго управления. А в органы государственного управления надо идти тогда, когда у тебя есть профессия, есть у тебя знания в определенной области, и есть у тебя опыт в определенной области. Опять же, апеллирую к людям старшего поколения. Все мы помним, а я росла в нормальной интеллигентной семье, не на линклатурной, к власти никто никогда не принадлежал. И у нас было такое же окружение, и мы все знали, как уважаются в страну и люди, которые прошли снизу все ступени, получали образование, работали на заводах, поднимались еще образование, еще и становились министрами и так далее, и так далее. И какое презрительное отношение было к тем, кто начинал, предположим, делать свою карьеру в комсомоле, и так из этого комсомола перескакивал в партию, и все это бла-бла-бла. И, кстати, потом из этих активных комсомольцев получились и наши олигархи бессовестные, потому что очень важно понимать, что патриотизм – это не набор штампов. На мой взгляд, где молодежь может быть наиболее полезна? В работе со своими сверстниками и с теми, кто моложе. Если мы рассматриваем страну, а нам эта рухтем очень свойственна, как традиционную семью, то, скажем, старшие дети в семье, конечно, должны работать с маленькими, конечно. Ну, то есть как работать? Опекать, заботиться, учить читать, учить ходить, заниматься и так далее. Но они не могут принимать решения за отца и мать. Семья развалится, если старшие дети начнут принимать решения за своих отцов. Всему свое время. Воспитание, то, о чем мы говорим, да, вот слово патриотизм. Что такое любовь к родине? Можно ее воспитать на одних лозу? Невозможно, не удастся. Любовь, как любая любовь, должна возникать в человеке спонтанно. Вам нельзя сказать, полюби эту девочку, полюби ее. Но либо я люблю мальчика, девочку, либо я не люблю. И заставить мне то же самое с родиной. Это должно пробуждаться внутри. Чтобы это пробуждалось внутри, нужно очень много факторов. Я за то, что определенная часть молодежи, которая чувствует к этому потребность, шла в управление, шла в организацию. Но как только вы столкнетесь с необходимостью, скажем, патриотического воспитания детей, вы столкнетесь с тем, что у нас нет книжек. У нас нет современных детских писателей. У нас нет фильмов для детей новых. На Старике Хатапыче будете, на электронике? Я-то за. Но только они у нас отсмотреть не будут, понимаете? Мы можем сколько угодно искать пропаганду гомосексуализма, австрасавицы и чудовища. Но только у меня один вопрос. А вы-то чего к весенним каникулам выпустили? А, ничего не выпустили, ребята. Ну тогда да. Тогда вам остается искать, так сказать, диверсию. Это все прекрасно. Америка, конечно, виновата во всем. Вот я согласна. Но что ж сами-то ничего не делали? Вот в чем вопрос. Поэтому есть люди, у которых общественный склад характера. Есть люди, которые могут стать хорошими профессионалами. Я призываю тех, кто из вас может стать хорошими профессионалами, у кого есть способности, в какой бы то ни было области. Сначала становитесь профессионалами. Потому что если мы будем отставать дальше в технологии безнадежно, да, мы не поднимем науку, мы не поднимем экономику, мы не осуществим программу импортозамещения. Вам будет все сложнее и не сложнее рассказывать детям о патриотизме. Потому что любить легче ту страну, которой ты гордишься. Когда ты видишь ее достижения. А для того, чтобы у нее были достижения, должны быть профессионалы, люди, получившие хорошее образование. При этом мы все с вами заинтересованы, чтобы те, кто получил образование, у кого есть способности, не уехали отсюда искать там более сладкий кусок хлеба где-то, а чтобы они здесь оставались. И вот действительно в этом, вот в этом, так сказать, воспитании исподбы, тихонечко, ради бога, без криков, без пафоса, понимаете. По-моему, в Бесогоне у Никиты Михалкова была такая сцена, значит, Красная площадь гуляет, молодежь к нему подходит, его оператор с камеры, значит, Никитин, и говорит, там, а вот кто такой там Александр Невский, да. Да это кажется Великую Отечественную, что ли, что-то такое. И вот ряд вопросов, и вот такие ответы. А потом, говорит, ну скажите что-нибудь своим самим. Говорит, Россия вперед! И что? Ребята, России вперед недостаточно. Чтобы была Россия вперед, должна быть наука, должна быть технология, должна быть культура, и это все надо развивать, и для этого все... И чтобы написать хорошую патриотическую песню, кто-то должен родиться талантливый человек, он должен получить возможность музыкального образования, он должен изучить гармонию, потом он однажды, может быть, ее напишет, как Александра Николаевна Пахмутова, а другой человек должен родиться поэном, и опять-таки получить возможность с измойства развивать свои литературные способности, и так далее, и так далее, и тогда родятся те слова, которые десятилетиями будет помнить народ. А если мы ставим перед собой задачу просто патриотическую песню, вон их полно. Однодневно. Прозвучало один раз на каком-нибудь празднике, все так плечами пожарили и забыли в ту же секунду. Это дискредитация патриотической работы, понимаете? Дискредитация. То, что я говорю, это сугубо моя точка зрения, она ни для кого, так сказать, необязательна, мне ближе такое движение. Будь профессионалом в своей области, постарайся приобрести знания, постарайся приобрести опыт, отпаши честно на каком-нибудь поле, честно отпаши. И вот когда к твоим словам начнут прислушиваться, ну хотя бы твои коллеги, потому что выступать можно сколько угодно, но если вас не слушают, то вас не слушают. Вы меня простите, но я, в общем, по итогам сегодняшнего, могу сказать, что очень мало кто способен сформулировать ясно свою мысль. Не у всех грамотный русский язык. У некоторых большие проблемы с ударениями и так далее, и так далее. И если мы сегодня критикуем за это каких-то наших отдельных, да, политиков, то почему же есть желание пополнить их ряды, это тоже очень важно. Очень важно, какова речь у будущего политика. Мне, например, очень близко то, что вот у нас президент страны человек зрелый. Я абсолютно уверена, что не было бы такого авторитета и такого уважения, если бы он был там существенно моложе, да, большинства населения страны. Это нормально. Мне кажется, в нашем сознании есть вот это патерналистское. Это нормально для нас. Прислушиваться к старшим. Это гораздо комфортнее для молодежи. Вы всегда знаете, что есть та спина, есть тот человек, к которому вы можете обратиться, есть спина, за которой вы можете в случае чего укрыться, есть тот, кто примет решение, если вы не готовы его принять. Это нормально, потому что вам надо наработать свой опыт, вам надо наработать свои знания, и тогда вы уже будете для кого-то. Потому что когда мы говорим за молодежью будущее, за молодежью будущее, только в будущем-то вы будете уже не молодежью. Вот о чем надо помнить. В этом будущем вы уже будете не молодежью. И придут такие же и смелые, и дерзкие, это нормально, это для вашего возраста прекрасно, и будут говорить за нами будущее, а вы будете вести за них ответственность. Поэтому я очень бы приветствую общественную позицию, то, кто нам рассказывали о конкретных делах. Вот это просто, мне кажется, прекрасно совершенно. Как можно больше работать со школьниками, как можно больше работать с детьми, со своими сверстниками. Здоровый образ жизни, про памятники, ну прекрасно. Ну что лучше может быть? Молодежь восстанавливает памятники, я так понимаю, погибшим воинам, да? Ну просто замечательно. Вот дела конкретные, которыми надо заниматься. А уже потом думать о том, так сказать, как вы пойдете в публичную политику, может быть, вам уже и захочется с возраста, а может быть захочется, вы как раз почувствуете, что вам есть что сказать всей стране. Поэтому еще раз хочу сказать, это моя сугуба точка зрения. Я хочу сказать вам, Евгений, что мне кажется, вы очень даже не потерянны для политики. У вас очень интересно заточены мозги, я бы так сказала. У вас довольно неплохие знания, хотя я понимаю, что вы готовились сегодня, и многое, так сказать, просто вот вчера было прочитано. У вас способность к ясному изложению своих мыслей. А что мне больше всего понравилось, это то, что вы не рискуете брать на себя ту ответственность, за которую вы не можете, так сказать, полностью отвечать. Мне это качество в людях очень близко. Поэтому я не знаю насчет политики, но в какой-то общественной деятельности, я думаю, вы себя точно найдете. Я уверена, что и Владислав себя найдет, может быть, в другом каком-то качестве. Но еще раз я говорю, ребята, всех, кто сегодня хвастался тем, как успешно продвигается политическая карьера, вот единственное просьбое, побольше конкретных дел. Поменьше заседаний, совещаний, выступлений с трибун, и побольше конкретики. У вас появится не только опыт работы с конкретными людьми, у вас появится авторитет. Авторитет нарабатывается не лозунгами, авторитет нарабатывается конкретной работы. Если вы ставите перед собой долгие сроки, то тогда вы меня поймете. Если вам нужно сейчас на отрезке в пять лет что-то там такое сделать, заработать, получить, ну тогда это, к сожалению, видимо, весь разговор был тогда не для вас. Но я все-таки надеюсь, суть по тому, что здесь справились очень активно, мыслящие люди, что и мои слова до вас дойдут, которые, еще раз хочу сказать, не для кого не должны являться какой-то аксиомой, у кого стал действием, просто я поделилась с вами своими мыслями. А всем вам я желаю большого успеха, в профессии, в первую очередь, которую вы для себя избрали, на общественном поприще обязательно, и в том, чтобы вы прививали своим сверстникам и тем, кто моложе вас, делали им вот эту прививку, этот иммунитет против негатива, который валится со всех сторон, чтобы у нас росло жизнерадостное поколение, чтобы это поколение нельзя было сбить столб ничем, ни игроками смерти, ничем бы то ни было еще. Потому что тем более мультфильм красавицы и чудо весь. Спасибо.